К другим новостям. Бег, прыжки в длину и высоту. В Люберцах прошло первенство городского округа по лёгкой атлетике. По результатам соревнований определили 20 сильнейших спортсменов, которые защитят честь нашего муниципалитета на областных соревнованиях. Чтобы прыгать высоко, не нужен ей батут. Воспитанница Люберецкой спортшколы Ксения за пять лет достигла высоких результатов. Сейчас она одна из лучших в многоборе. Метать ядро, прыгать в высоту и делать забеги на короткие дистанции – всё это девочка выполняет одинаково хорошо. Как оказалось, универсальную спортсменку вдохновляет её окружение. Когда я занимаюсь в многоборе, меня мотивируют разные девчонки, которые ходят, разминаются. У них есть потенциал к чему-то стремиться. И я начинаю тоже задумываться. И меня что-то движет вперёд, чтобы я выступала, занимала первые места и на России, и на Московской области, и даже на таких районах соревнованиях. Первенство Люберецкого округа по лёгкой атлетике проходило в течение двух дней. Сначала ребята показали своё мастерство в беговых дисциплинах, после прыгали в длину и высоту. Почти все участники соревнований – воспитанники Люберецкой спортивной школы, начиная с 12 лет. Соревнования – это всегда азарт, это встреча с друзьями. Дети разной физической подготовленности. Некоторые ребята уже имеют взрослые разряды, соответственно, от третьего до первого. Есть юношеские разряды. И вот эти соревнования, они вообще у нас проводятся для того, чтобы ребятам присвоить разряды, если они выполняют их. Во время соревнований атлеты зарабатывали баллы в каждой дисциплине, что повлияло на конечный результат. Из 50 юных спортсменов отобрали 20 сильнейших, которые теперь защитят честь городского округа на областных соревнованиях. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.